Правящий архиерей Екатеринбургской митрополии совершил постриг насельников Верхотурской мужской обители. Рукоположения состоялись в среду, пятой седмицы Великого Поста, после того, как митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл совершил литургию прежде освященных даров в Крестовоздвиженском соборе Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря. При постриге в мансию насельник Свято-Николаевской обители Инок Смаракт дал обид безбрачия, послушания и нестижания. При пострижении он получил имя Сысой, послушник Георгий при пострижении Вынака получил имя Герасим. Также богослужебных наград после службы удостоились некоторые из братьев обители. Святейший патриарх Московский и всей Руси Кирилл удостаивая в твою святыню право служения с палицей во имя Отца и Сына и Святаго Духа Аксиос. Вечером этого же дня митрополит Кирилл совершил в Свято-Николаевском Верхотурском мужском монастыре утренним чтением Великого канона. В храме молились сестры Верхотурского женского монастыря Покрова Божьей Матери и воспитанники Верхотурского православного духовного училища. За богослужением был прочитан полностью Великий канон преподобного Андрея Критского, который читался по частям в первые четыре дня Первой Великопостной Седмицы, а также житье преподобной Марии Египетской через покаяние, вошедшие на такую высоту совершенства и святости, что она уподобилась бесплотным ангелам. Это богослужение называется иначе Марийным Стоянием и является одним из главных символов Великого Поста. Мария Египетская – это необычайно яркий пример того, как любой самый большой грешник способен через покаяние открыть для себя Царствие Божие. И вкусила, и сидерзу сно, бессловесные снеди, вместо Евы чувственная, мысленная митбэсть Ева, по плоти страстной помыслу, показу ей сладкое, и вкушая ей присно горького напоения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова